Первое в мире автономное и полностью электрическое летающее такси с вертикальным взлетом и посадкой для четырех человек. Рассказывают об этом ярком чуде разработчики. И добавляют, такси нового поколения уже получило добро от Федерального управления гражданской авиации США. Пробежимся по характеристикам. Дальность полета на одном заряде — 144 километра. На зарядку требуется 15 минут. Крейсерская скорость — 222 километра в час. Известен и примерный ценник — 3 доллара за 1,6 километра. Команда надеется запустить массовые полеты в течение пяти лет и выйти примерно на 14 миллионов рейсов в год. Один из поводов для уверенности — поддержка корпорации Boeing. Но работы предстоит много. Требуются не только такси, но и взлетно-посадочные площадки, помещения для пассажиров и груза, а также диспетчерские. Далее — вакуумная медицинская шина. Это универсальный вариант практически для любой ситуации, требующий наложения. От вывиха плеча до перелома запястья. Производитель пишет, что достаточно аккуратно обернуть шину вокруг поврежденного участка и через специальное соединение удалить воздух. Вакуумная технология снижает вероятность повредить нервы, сосуды и ткани. Материал легко очищается, совместим с рентгеном и МРТ. Варианты применения ограничены только творческим подходом, отмечают в описании и добавляют. Наложить такую шину можно намного быстрее, чем классические аналоги. Заглянем в лабораторию биоробототехники Сеульского национального университета и посмотрим на маленького, но технологичного робота Сну-Макс. Основная фишка — колеса в духе оригами, которые позволяют роботу менять габариты. Например, ширина колеса варьируется от 11 до 20 см, радиус — от 10 до 23 см. А встроенный манипулятор удержит груз весом до килограмма, так что уже сейчас робот наверняка заинтересует инженеров, строителей и спасателей. К тому же в одном из конкурсов его команда, единственная из всех, прошла сразу два сценария — по навигации и по перемещению объектов. Новости с мирового рынка освещения. Только светодиодный его сегмент к 2026 году должен взять планку в 93,5 миллиарда долларов. Эта цифра сопоставима с ВВП Кубы, так что и конкуренция мощная. Однако авторы вот такой системы найдут клиентов без проблем. Их решение не только экономично, но и экологично. Система называется Doing Light Tunnel и предлагает доставку солнечного света по специальным тоннелям куда угодно, хоть в маленькую ванную, хоть на огромный склад. Устройство состоит всего из трех элементов — коллектор с куполом, сама труба и внутренний рассеиватель. Тоннели позволяют организовать изгиб в 30, 45 и 90 градусов, подходят для плоских и скатных крыш и окупаются примерно за пять лет. Плюс система радует низким тепловыделением и комфортом. Все-таки солнечный свет для многих покупателей лучше даже самых крутых диодов. До чего дошел прогресс? Даже студенческие команды способны строить вот такие вездеходы для освоения других планет. Конкретно эта австралийская команда в деле с 2017 года, и участники уверены, именно так будут выглядеть следующие поколения луноходов и марсоходов. В портфолио команды уже несколько подобных разработок. Версия на видео называется «Охотник». Такой вездеход весит около 49 килограмм и пригодится для измерения различных показателей типа температуры, влажности, сбора образцов, видеосъемки и прочих подобных задач. В программной начинке использованы нейросетевые технологии, управление настолько простое, что подойдет даже контроллер от Xbox 360. А в спонсоры затесалась компания Ford. Может, американский гигант вынашивает собственные космические планы. А этот робот, напоминающий стиральную машину, занят важным делом — он заряжает электромобили. Дело в том, что электрички покупают все активнее. Только в 2021 году по всему миру продали более 6,5 миллионов штук. А вот с инфраструктурой беда. Во многих странах просто не успели построить новые парковки с зарядками или обновить старые. Поэтому пока выручат роботы, тем более, что они уже умеют работать автономно. Выглядит все так. Водитель паркует авто и вставляет в зарядный разъем специальный адаптер. Затем нужно считать смартфоном особую метку, и робот получит данные об авто, приедет и зарядит его. А маневрировать между машинами и людьми ему поможет комбинация лидара, ультразвуковых датчиков и видеокамер. Знаете ли вы, что в той или иной степени 3D-печатью пользуются 71% компаний-производителей? Ведь печатать можно что угодно, от крохотных деталей до вот таких беспилотников. Это проект Центра перспективных производственных исследований Университета Шеффилда, и в одной из версий сделать полностью готовый к работе дрон удалось чуть более чем за 24 часа. Весит он 3,5 килограмма, максимальная скорость — около 72 километров в час. В дальнейшем беспилотник планирует сделать побольше, размах крыльев вырастить до 3 метров и оснастить газотурбинными двигателями. А пригодится он для чего угодно — от любительских полетов до разведки и доставки гуманитарной помощи. Одна из немногих вещей, которую мы наверняка знаем о роботах — они ломаются. И каждая поломка — потеря нервов, времени и денег, особенно если робот промышленный или научный. Так почему бы сделать роботов, которые починят себя сами? Именно в этом направлении работает команда Шира, и результат уже на экранах. Вещество, похожее на мармелад, — это специальный полимер. Исследователи разрабатывают два типа материала — термопластичный и так называемый автономный. В первом случае он восстановится при нагреве, даже если разрезать полимерную деталь на несколько частей. Второй вариант больше подойдет для небольших повреждений. Зато достаточно лишь комнатной температуры. Эффективность восстановления зависит от времени. Например, за три дня будет 62%, за неделю — 91%. Полимер подходит для 3D-печати и вполне актуален для бизнес-проектов. Пусть новый манипулятор будет стоить дороже, зато менять его придется реже. На фоне предыдущих проектов эти манипуляторы могут показаться простыми и скучными. Однако их разработчики сумели удивить. Помните доктора Осьминога из фильмов про Человека-паука? Манипуляторы с экранов ничуть не хуже. Благодаря нейронной сети они умеют обнаруживать и классифицировать различные объекты, а затем работать с ними с учетом полученной информации. Автор отмечает, что благодаря этому практически исключены вращение или смещение удерживаемых объектов, а точность анализа достигает 98,8%. В итоге, как и у доктора Осьминога, рыборуки могут двигаться сами и эффективно помогать пользователю. А с каждым действием база данных растет, так что манипуляторы прокачиваются под нужды конкретного пользователя. Согласно статистике, в США частным лицам принадлежит около 12 миллионов разнообразных судов. И 95% этих судов подходят для перевозки на прицепе. Так что авторы вот такой платформы явно попали в ведь с ней можно спустить судно на воду и поднять обратно в одиночку, не заходя в воду и не заморачиваясь с поиском кранов, лебедок и прочего. Платформа называется Flooder и выпускается в нескольких версиях. Например, версия P20H готова к работе с судами длиной до 7,3 метра и весом до 1814 килограмм. На воде Flooder готов к волнам до метра, а на суше к подъемам до 20 градусов. Причем скорость движения достигает 40 метров в минуту. Не нужно даже снимать двигатель, а для надежности поставлены сразу 4 аккумулятора по 12 вольт. Знаете ли вы о таком празднике, как Всемирный день пчел? Его отмечают 20 мая, а в Словении даже выпустили памятную монету. Однако с точки зрения науки праздник скорее грустный. Примерно через 100 лет пчелы могут вообще исчезнуть, поскольку во многих странах регулярно фиксируют их массовую гибель. Так что вот такие проекты — одна из попыток сделать жизнь пчел комфортнее даже при минимальных навыках пчеловодства. Улисэкранов — это модульная конструкция из натуральных материалов, например, дерева, глины и конопли. При этом защита от перегрева и переохлаждения более чем в три раза эффективнее конкурентных аналогов. А объем улья выбрали сами пчелы после множества тестов. Он варьируется от 40 до 50 литров. Ценник за один улей — от 523 долларов. А эта технология понравится любителям рыбок. Она разработана силами Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий и особенно актуальна для общественных аквариумов. Заинтересовала особо яркая рыбка? Просто посмотрите на нее чуть подольше, и система это зафиксирует, и выдаст на прозрачный экран интересные данные. Точность работы 98%. Доступно управление жестами — это не только круто, но и более гигиенично, чем привычные кнопки или сенсорные панели. Такой интерактив будет интересен и детям, и взрослым, а в перспективе технология пригодится и в других областях, например, для обучения хирургов. Напоследок, беспилотник, подозрительно похожий на мини-НЛО. Однако ничего секретно-материального здесь нет. Он работает благодаря эффекту Куанда. Суть эффекта проста. Если перед горящей свечой поставить стеклянную банку, а потом подуть даже с достаточно большой дистанции, свеча потухнет. Почему? Ведь банка вроде бы должна мешать воздушному потоку. На самом деле поток трется, а неподвижный воздух между ним и препятствием. Возникает разница давлений, и в результате поток как бы прилипает к поверхности банки, огибает ее и гасит свечу. Этот эффект используется очень широко, вот и авторы видео нашли, куда его применить, и придумали сразу несколько вариантов дронов. От компактного Видер, несущего 100 грамм полезной нагрузки, до более солидного Один, несущего уже 10 килограмм. А в проекте — гигант Ходор с грузоподъемностью в тонну. Посмотреть отличный фильм за несколько минут и без перемотки? Запросто! Сегодня у нас шикарная публика! На канале «Сладкий попкорн» тебя ждет мегаудобный формат. Краткий пересказ фильмов — от авторских картин до голливудских блокбастеров. Забирай безлимитный билет по кнопке «Подписаться». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова